так друзья всем привет продолжение истории про мою лодку и прекраснейший мотор mercury он там на заднем плане висит мы его у нас сервисе разобрали сашка разобрал его сейчас мы будем показывать как не надо покупать без диагностики лодочные моторы вообще на авито и с чем столкнулся лично я купив лодку с мотором погнался думаю вау классная лодка мотор забираю до кучи там денег заплатил на самом деле вот ну бог с ним короче и вот сейчас буду чесать бубенцы и потом голову и думать на предмет того что куда дальше идти с чем развиваться чего ремонтировать давайте покажем и посмотрим чем мы разобрали с тобой да это у нас самый лучший самый лучший нижний поршень у нас какой размер у него у него номинальный размер был когда-то был когда-то мотор у нас 1996-1998 года 94 года мотор 94 года по документу немного подрало его чуть-чуть совсем да кстати когда мы мерили компрессию нас было семерка дамся верхнем 7 в нижнем 7 а в среднем 6 5 отлично возьмем верхний поршень возьмем верхний поршень да давайте посмотрим вот тут тоже есть какой-то небольшой подранный ну немножко подраны совсем прям чуть-чуть пальцем я напомню что я ездил на этом моторе несколько раз почти 70 километров в час рвало металл а с обратной стороны тоже в принципе неплохо да нормально такой свеженький прям свежачок хорошо свежачок так давай десерт десерт средний поршень средний с одной стороны тоже нормально нормально но можно было в принципе эксплуатировать у страны исчезла а тут тут в принципе mercury немного прогарили гадину за 30 лет в принципе чуть-чуть прогорело да ну чуть-чуть перепады температур да легкий двухтак на мотор перепад температура отсутствие масла вероятное раздолбайство людей которые на этом ходили слушай подожди давай посмотрим пока давай да давай покажем колено кстати номерки я просто к тому что насколько крутой мотор вообще реально меркли вот то есть в таком состоянии я его даже выходил на нем раза 45 гонял и как будто хвостов гриву да нормально было давай покажем колено не терты особо живые да да так дальше да смотри фишка в подшипниках да вот у нас есть подшипники которые колется колотая обойма колотая обойма вот это раскалывается здесь подшипник дальше вот этой вот специальной пружинкой он соединяется и здесь работать но на самом деле подшипники трое из четверых мертвы просто колено неразборная да здесь у нас что провернула проворот маховика имел место быть здесь есть здесь осталось пол шпонки пол шпонки ну нормально до тема чего хорошо здесь стать второй подшипник тоже который полет колется интересно за тема такая здесь у нас идет привод масляного насоса который кстати номерках не ломается абсолютно нормально но по звуку вы звук не слышите но короче у нее такой хряк характерный ну нормальный мощный колено отлично да где-то наш любимый поршень я у себя ставлю обязательно работа вот песня просто не выкидываем так что у нас еще есть пошли смотреть в принципе у нас есть кусочки поршня с училим до кусочки поршня в цилиндрах вон она там да он там оказался но кстати чё гильзовый блок правильно блок гильзованный блок гильзованный можно в принципе расточить два ремонтных размера есть фактически в принципе с потери куска поршня все не так фатально ну да его не задрало он живой опять же это mercury все живое а сам по себе что сам по себе гильза жива правильно под первый ремонт расточить так что у нас еще есть седла всякие разные все все живое все нормально масляный насос не смотрел вообще насколько он жив он не жив в целом даже жив он даже жив привод масляного насоса вот она на шестереночка наша и дальше да ну живой это кстати к надежности то есть фактически уже там 25 лет мотору как вы и насиловали изнасиловали его скорее всего несколько тысяч часов да наверное они те 20 которые были обозначены как бы след есть ну ничего нормально еще ходить 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 и ходить так что у нас еще давай посмотрим вот так в целом кстати бог не соли не эксплуатировался до абсолютно нормально то есть он живой рубашки все нормально да хорошо промывали либо не эксплуатировался ну да я думаю что хорошо промывали так че еще давай смотри покажи нам вот еще один момент которая половина да не не видят многие люди покупая технику на авито или там без диагностики вообще которого не не увидите никогда придать до вида нормально вот ведь трещина на магните в принципе это может развалиться и порушить все остальное и останетесь не на ходу где-нибудь на реке или на рыбинке как это говорится в принципе наверное больше ничего больше ничего такого нет ну да здесь в принципе все разобрано аккуратненько саша разобрал все лично с лепестков очки лепестковые клапана стоят корбы все крышечки все прочее все остальное живое нормально и аккуратно но так как у нас верхняя часть снята нижняя у нас висит на струбцине вот что здесь у нас есть что нас посолить помог оторвало не оторвало посмотреть куда мы посмотрим что у нас тут есть еще внутри то что мы можем глянуть ну вся выхлопная система опять же все четенько аккуратненько вот смотри резиночка резиночка раз резиночка 2 уплотнительная до salient salient и живые да фактически ну соленцы живые такие хоть и чего не болтаются наверное я думаю что придется самому полуживые да то есть мы видим столько времени уже вертикальный вал редуктор здесь ну там кстати все живы мы посмотрели специально проверяли так что еще это у нас привод передачки привод передача проводочки 3 до 3 тык пошли смотреть но здесь в принципе вот все что было внутри фактически мотора здесь умерли соленоиды на подъем гидроподъем крыльюхия соленоиды русский ван это все поменял вот на такие вот вещи ну опять же на русские соленоиды да но катушки на самом деле они тоже так себе старенькие все это требует конечно либо аккуратной эксплуатации замены постихонечку но это дорого либо на установку новых катушек переделку вообще система там небольшое зажигание в общем то все это есть вот такие вот дела у нас ну что думаете со всем этим добром делать собрать назад выложить на авито или все-таки восстановить и сделать из него 90 лошадей но хороший нормальный новый мотор фактически с расточкой блок и он будет ходить еще мне кажется лет 20 или 30 при аккуратной бережной эксплуатации что думаете напишите в комментариях давайте до связи из сервисного центра прокатистику ну так вот свой личный мотор двухтактный 90 лошадей 90 лошадей с впрыском масла так все будет с автомиксом но на самом деле очень порадовался то что даже мотор mercury с такими колоссальными проблемами и отколотом еще раз повторюсь куском поршня вот с таким вот да вот так видно вот все-таки ходил таскал и даже показывал какие-то результаты супер на мега надежность